Добрый день! Сегодня у нас Chevrolet Aveo 2009 года. Хэтчбэк. Нужно подтянуть трос ручного тормоза. Рычаг ручного тормоза максимально поднимается вверх и не держит автомобиль. Все. Поднят до конца. Автомобиль можно немножко прокачать. Есть два способа. Один способ, как и на большинстве автомобилей. Нажимаете на кнопочку и много-много-много раз делаете ручником туда-сюда. Колодки самоподводящиеся. Когда регулярно пользуются ручным тормозом, колодки нормально отрабатывают, нормально подтягиваются и ручной тормоз всегда в нормальном состоянии. Но когда ручным тормозом пользуются крайне редко, происходит как раз такое. Износ тормозных колодок задних приводит к тому, что ручник перестает держать. Ну, так вот ручником нужно дергать раз 400-500, чтобы он нормально пришел в три щелчка. Но это можно сделать, не разбирая. На данный момент он уже немножко приподнялся. Также есть механический. Это снять задний тормозной барабан, заодно мы посмотрим состояние тормозных колодок и разведем вручную колодки. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот, колпак я снял. Я его снимаю, как заднее колесо. Сначала одну сторону, потом другую сторону. Начнем потом. Одну сторону. Сняли колесо, откручиваем два вот этих винта. Дальше. Состояние тормозных колодок хорошее, колодки толстые, не изношенное. Сейчас возьму переноску, подсвечу и покажу трещоточку. Подсветил, вот эта вот трещоточка, которая и натягивает. Отводите вот этот фиксатор в сторону и аккуратненько вот эту штучку через пружинку раскручиваете. Сейчас я ее закрутил, она получается колодки раздвигает между собой. Чтобы не перетянуть, вот немножко развели, отпускаете фиксатор и пробуйте ставить тормозной барабан. Стал легко, поэтому можете снимать и еще подводить колодки. До того момента, когда барабан будет одеваться с усилием. При этом будьте аккуратны, чтобы пыльник не порвать. Еще можно маленько сделать. Командир. Командир. И на тени. Командир. Вот. Уже колодочки чувствуются. Дел. Все. Проверили. Барабан крутится. Можете собирать. Ставить винты, которые держат тормозной барабан на место. И устанавливать колесо. Закручиваем винты. Теперь устанавливаем колесо и точно так же делаем с другой стороны, чтобы тормозной барабан крутился. И потом проверим уже ручник. Это вот вторая сторона. И здесь я решил показать. Там сразу почему-то не показал. Здесь покажу вам, когда ручником из салона поднимаете, как двигается здесь механизм. Вот как раз получается, здесь наглядно было видно, что приходит в движение. И как вот этот рычаг натягивает вот эту шайбу, гайку. И он же ее и фиксирует, чтобы она не откручивалась обратно. Вот я сейчас ее защелкиваю. Вот так работает самонатяжка ручного тормоза. Вот сейчас я дальше механически доведу руками. Поставлю тормозной барабан, поставлю колесо. И посмотрим, сколько щелчков будет в сорвании. Так, мы все колесо установим. Сейчас посмотрим, что нам покажет ручник. Раз, два, три, три, пять, шесть. Все, шесть. А стоял вот так вот вертикально. Шесть. Ну, шесть это я уже тянул со всей силы. Так что, вот так регулируется ручник. Все у нас получилось. Всего доброго. Счастливо.